МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но какая-то же работа у вас идет сейчас? Да, мы закрыты в плане того, что нельзя работать со зрителем, а все остальное работаем. Мы работаем перспективно планы, мы работаем над будущими концертами, программами, мы дорабатываем те концерты, которые у нас должны были состояться. И очень-очень надеемся, что этот режим когда-то закончится, потому что очень тяжело без общения со зрителем, а пока у нас очень много работы. А вот как вы работаете, если, например, нельзя вместе большому количеству человек собираться, вот тому же оркестру? Ну, оркестр у нас работает по индивидуальной программе, у всех ноты разосланы, новое произведение, новые программы, все разучивают, дома учат, по фонограммам, по записям слушают и готовят, мы будем, когда выходить из этого изолированного отдыха, у нас будет и сдача партий, то есть будет проверка, кто как сделал, насколько качественная работа у нас, есть видеоконтроль, как это все происходит в процессе, поэтому это все очень серьезно, и на самом деле работа как артистов, как музыкантов, как исполнителей у Эльгерии тоже никогда не превращается, потому что танцоры думают над, у каждого стоит задача над тем, какие движения, как сделать в новых программах, целая программа будет восстанавливаться. – Они дома репетируют? – Нет, ну танцоры, да, они, во-первых, репетируют, обязательно силовые нужно тренировать, иначе если ты не будешь делать, то потом выйти будет очень тяжело. У нас стараемся сделать график жесткий такой, чтобы не пересекались люди, приходят они, конечно, и занимаются. У нас, как ни странно, для меня было открытие, штанга вообще на расхват, и не только мальчики, но и девочки там все подряд, штанга сам, оказывается, у нас задействована, что я не очень даже ожидал. Вот, поэтому и музыканты тоже просятся уже невозможно, то есть дома нет всегда возможности поиграть в полный звук, потому что соседи, поэтому мы делаем график так, чтобы репетиторий работал, чтобы люди не пересекались. На самом деле, все равно очень сложно планировать дальнейшую работу, поэтому мы с 1 июня уходим в отпуск всей филармонии, и 10 июля мы планируем всей филармонии выйти, надеемся, что в то время уже будут полноценные репетиции. Зашла я на ваш сайт и увидела, что у вас очень много было онлайн-концертов, но, как правило, это записи, сделанные ранее, да, а сейчас у вас планируется вот какой-нибудь такой онлайн-концерт, но уже свежий. Возможно ли вообще его создать, когда музыканты вот так репетируют, разрозненно находятся по домам? Ну, мы пока об этом думаем, но тут у нас технически пока не хватает средств, необходимы микрофоны хорошие, и необходимо специальное оборудование, чтобы вот это вот репетировать. Но это все достаточно дорого, и сейчас, сами понимаете, у нас вот средств нету, совсем собственных доходов нет уже давно. Действительно, даже у каждого и телефоны разного качества, с камерой и звуком, да? Да, и очень много технических проблем, которые вот ставят припоны, чтобы хотелось бы, хочется же все равно в онлайне, но качество хотелось бы сохранить хорошее, поэтому пока вот это вот проблема, которую мы думаем, как ее решать. А пока мы очень большую работу с архивом сделали. Знаете, когда была текущая работа, вот не было, руки не заходили, времени не было. Сейчас вот приводим в порядок архив, у нас очень хороший на Ютубе появился Ютуб-канал «Филармония». Знаете, это тоже большая, очень важная работа, которую мы не успевали делать, вот когда много текущей работы было. И вот много замечаний было, что невозможно нашу запись вообще найти где-нибудь хорошую. Все, знаете, такие любительские, кто-то там на концерт из телефона снял, выложил. Сами понимаете, какого качества изображение и звук. Поэтому вот в этом плане я очень доволен, что у нас появились достойные записи. А как вы сейчас готовитесь к выходу из режима самоизоляции? Вообще, что ждет зрителей? Ну, во-первых, у нас те концерты отменились, которые мы все их перенесли, и они все будут, потому что у нас многие зрители даже говорят, знаете, мы даже не хотим сдавать билеты, мы готовы ждать. Вот как только вы начнете каш-концерт, мы говорим, «Хорошо, мы вас с этими билетами ждем, то есть и сразу все вернем долги наши, конечно, обязательно». Потому что у нас вот перед самым режимом самоизоляции два концерта проданных совсем обидно получилось. Вот Олега Гриценко, сольный концерт, полностью зал был продан и сняли буквально. Мы надеялись, проскочил, хотя вот Новосибирск еще неделю после нас даже больше давал концерты, открыли они международный фестиваль, им как-то так разрешили, повезло им. А у нас, к сожалению, вот буквально два концерта, и второй концерт у нас в Минусинске тоже был зал полностью продан. Там у нас Олин концерт с Ольной Вальгой Васильевой. У вас же еще готовился концерт памяти Владимира Герасимовича Чаптыкова. А вот что с ним? Концерт мы будем обязательно проводить. Мы уже сейчас наметили, что надеемся, что если все будет хорошо, 1 октября, в День музыки, мы проведем полноценный концерт. Как раз, знаете, будет символична филармония имени Владимира Герасимовича. И мы в День музыки, в праздник международный проведем концерт памяти. И вот, мне кажется, это будет самый лучший подарок и зрителям. И то, что 16-го прошел уже юбилей, на самом деле, Владимир Герасимовича. Но у нас 26-го числа мы планировали концерт памяти. И в этот день выйдет у нас версия телевизионная концерта 10-го года, где Владимир Герасимович сам пел свое юбилейное 70-летие. У вас сохранилась запись? Да, у нас сохранилась запись. Конечно, там не все, как бы, качественно так, как хотелось бы. Мы же не... Мы сохраняли для себя, для рабочей, как записи. Получилось для истории. Да, сейчас для истории. Это вот последний, почти, его концерт такой большой. И сейчас мы его после корректировки запускаем. 26-го как раз он пойдет. Это будет... На вашем ютуб-канале? Да, на ютуб-канале выйдет обязательно этот концерт. Всех волнует вот вопрос рассадки. Можно ли будет набирать полный зал? Или как люди должны будут сидеть? Ну, полный зал, я думаю, точно мы не будем. Я думаю, скорее всего, что пойдет вот как рекомендация. Сейчас вот я смотрел, как спарты расставляют на ЕГЭ. Мне кажется, это оптимально в шахматном порядке. Будем ставить так... Сетку зала скорректируем. И те места, которые посчитаем, как удачно они будут расположены, вот так вот будем продавать билеты и соблюдать будем расстояние в метр-полтора, чтобы между зрителями были обязательно. Но получается, надо будет тогда не один концерт давать, а может быть три? Потому что за один раз все желающие не попадут на него? Ну, давайте доживем до осени. Я думаю, что это мы первое начало начнем. А в перспективе, я думаю, к первому октября хочется надеяться, что у нас будет уже полноценный режим работы. Ну, посмотрим. Трудно загадывать. Я думаю, что как раз к тому моменту, когда все вернется в свой прежний порядок, артисты наши филармонии будут очень жадными, будут очень соскучившимися по встречам со зрителем и уже там с новыми силами откроют новый сезон. Да, я очень надеюсь, да, что этот... Знаете, вот вы спросили, как это ощущение вот сейчас. Вот это вот ощущение, как в фантастическом фильме, когда подпрыгнул и остановился в воздухе. Вот как бы мир замер, и ничего не происходит. Только это ощущение нереального происходящего дня. Поэтому это вот не даёт возможности, как вы говорите, отдохнуть, потому что вроде как погода хорошая, и всё, солнце, и замечательно. Вот в другие годы бы, в такую погоду все были бы счастливы. А в этом году вот и погода хорошая, но вот это ощущение остановившегося времени, вот оно, конечно, не мешает очень быть таким, как, вы говорите, получать удовольствие, отдохнуть, что ли, потому что не получается отдохнуть, время в напряжении, не понимаешь, как будет дальше. И что нам, как лучше спланировать вот эту вот именно перспективную работу, выхода из... Сейчас вот самый сложный будет момент, это выход из этой ситуации. Поэтому вот нет определённости. Вот это вот самый сложный момент всего. Остальное, в принципе, её понятно. Запланированная программа, запланированная деятельность, всё готово, все работают, всё понимают. Но вот как мы сможем реально это воплотить? Вот это вот как? Нет понимания. Вот это вот сложность. И поэтому от этого все устали, на самом деле. Потому что вот ещё никогда такого не было, как люди хотели на работу. Вы знаете, я прямо всё время разговариваю, и всех останавливаю, ребята, потерпите, потому что все говорят, всё, уже никаких сил, вот мы придём, будем заниматься, будем работать. Я говорю, нет, нет, давайте ещё немножко. И вот поэтому, знаете, на работу, когда праздник будет. Действительно, но будем надеяться, что совсем немного осталось ещё подождать, и всё вернётся на круги своя. Спасибо. Спасибо вам, Вячеслав Геннадьевич, за эту интересную беседу. Спасибо. 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 Спасибо.